Здравствуйте! Есть такая профессия артист-балета, и многие мальчишки и девчонки мечтают блистать на сцене, подобно Майе Плесецкой или Михаилу Барышникову. Как сделать первые шаги к этой мечте, мы сегодня поговорим с Аркадием Зиновым, директором и художественным руководителем Красноярского хореографического колледжа, заслуженным артистом Российской Федерации, обладателем приза «Душа танца-2012» в номинации «Учитель», членом Координационного совета по хореографическому образованию при Министерстве культуры Российской Федерации. Здравствуйте! Здравствуйте! Аркадий, скажите, а действительно ли у русских людей любовь к балету заложена в крови? Я думаю, что однозначно да, причем на эту тему написана не одна диссертация, этот вопрос исследовали, и вы знаете, не только любовь к балету, то есть к созерцанию этого вида искусства, но и у русских очень много талантливых людей, талантливых детей, которые способны воспроизводить это на сцене. Балет, классический балет пришел к нам пару столетий назад из Европы, из Италии, Франции, это были итальянские балерины, которые приезжали и учили здесь то, что называется наших тогда танцовщиц, которые только еще приезжали педагоги, приезжали балетмейстеры. И потом так получилось, что мы развились в какой-то отдельный вид, отдельное направление, которое теперь, я не люблю это слово бренд, но тем не менее русский балет это бренд, и во всем мире его любят, и во всем мире его очень сильно уважают и почитают. А отличается ли чем-то русская балетная школа от остальных, которые существуют в мире? Действительно отличается. Почему отличается? Потому что мы были очень закрыты. После революции, когда первые эмигранты уехали, там они, конечно же, где-то делились нашими знаниями, нашими наработками, но потом на очень долгий период времени наша страна и наш балет был закрыт. Мы не показывали, мы не подпитывались, мы сами развивались, да, и это произошло, ну, как, наверное, как в Австралии, отдельный материк, и там что-то такое, да, своя какая-то флорофауна создалась. Вот так же и здесь. И, конечно же, это было совершенным чудом для всех, когда в 50-х годах наш балет, большой театр начал выезжать на гастроли в Лондон, в Париж. Для всех это было открытие. Еще что важно, что ситуация произошла вопреки, вопреки революции, вопреки Великой Отечественной войне. Нам удалось сохранить этот вид искусства, и не просто сохранить, а очень сильно развивать, в то время, как в Европе, по этим же самым причинам, там все немного притухло. По какой системе преподают вот в нашем Красноярском хореографическом колледже? Вы знаете, один из секретов русского балета как раз заключается в системе, в системе методики, которая была написана Агриппина Яковлевна Вагановой, чье имя теперь носит Академия русского балета в Санкт-Петербурге, которую возглавляет Николай Цискоридзе. Она в 1930-х годах записала и как-то сформулировала методику преподавания классического танца. И с тех пор в нашей стране все учебные заведения учат по этой системе. И практически сейчас весь мир взял ее на вооружение. Ну что, если говорить вот с системой, образование артиста балета происходит в течение восьми лет. И вот именно Агриппина Яковлевна Ваганова придумала, в какой год, какое движение ребенок должен проходить, в каком темпе, да, и когда готовится та или иная запчасть. В общем, ну вот это все очень хорошо написано, записано. И теперь мы всегда встречаемся, в том числе на Координационном совете, и смотрим, где-то, может быть, стоит что-то уже изменить, да, осовременить. Или где-то, например, мы что-то забыли или неправильно трактуем. Поэтому то, что один из успехов русского балета, то, что мы работаем по системе, это вот как раз методика Агриппина Яковлевна Ваганова. И второй секрет – это система, связанная с хореографическими училищами. Потому что в каждом практически городе, где был открыт оперный театр в Советском Союзе, параллельно открывалось хореографическое училище. И Красноярский театр оперный балет тоже были не исключением. 38 лет назад вместе в год открытия театра сразу же открылось хореографическое училище для того, чтобы готовить кадры для театра и для ансамбля «Танцы Сибири». Вот сейчас очень важный момент для тех детей и родителей, которые хотят, чтобы их дети занимались балетом профессионально. Мы скажем как раз о первых шагах. Это то, что в начале июня в Красноярском хореографическом колледже будет проходить набор абитуриентов. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 1, 2, 3 июня начинаются вступительные творческие испытания. Мы принимаем детей после начальных классов, то есть те, которые закончили четвертый класс. И уже с 1 апреля мы начали прием заявлений, прием документов, консультации с родителями. Поэтому любой, кому интересно, кто видит способности в своем ребенке, я предлагаю позвонить в приемную, записаться на экскурсию, на просмотр. Мы сможем дать какие-то рекомендации и дать профессиональную оценку данным ребенка. Но ведь многие девочки, ну не знаю, как мальчики, а девочки-то точно хоть раз в жизни представляли себя в балетной пачке. Но как понять, вот опять же вы говорите, можно проверить, прийти, да, о том, что у ребенка действительно есть какой-то дар? Вы знаете, я всегда говорю родителям, и с чем это связано? С тем, что, к сожалению, очень часто приходят поздно. Приходит и замечательный совершенно ребенок, у него есть все предрасположения. Например, он приходит уже просто, знаете, когда его одноклассники проучились там 4-5 лет, и говоришь, ну где вы были? Вот что-то мы сомневались. Поэтому я говорю, не надо сомневаться. Очень многие родители думают, ну нет, это не про моего ребенка. Да, он любит танцевать сам, вот тут дома где-то ходит в какой-то кружок коллектива. Не надо стесняться, надо прийти, надо показать ребенка, и, ну, за это денег мы же не берем, правильно? Зато на всю жизнь вы будете знать, что вы это попробовали. И очень часто бывает, когда ребенок даже нигде не танцевал, не ходил ни в какой кружок, ни в какой коллектив, но настолько, вот если Повороте сказал, что меня Господь Бог при рождении поцеловал в голосовые связки, то я думаю, что звездочек балета Господь Бог тоже целует куда-то, не знаю, может быть в ножке, да, может быть в ножке, а может быть туда, где находится координация, где-то в голове, в мозжечок, в макушку. Какие требования предъявляются к ребятам, которые приходят? Ведь все равно же существуют какие-то балетные параметры. Безусловно, мы на творческих испытаниях, у нас три тура. Первый тур – медицина, второй тур – это физические данные, и третий тур – это танцевальность, слух, ритм. Что касается физических данных, ну, прежде всего мы смотрим на стеническое телосложение, мы смотрим около по 20 параметров, это внешний вид, форма рук, ног, растяжка, гибкость, выворотность, ну, все, что нужно. Дело в том, что вот сейчас классический балет, современный классический балет, это синтез, можно смело сказать, что это синтез художественной гимнастики и театра. Поэтому, конечно же, для нас очень важны физические данные. И то, о чем я сказал, что если, сказал Станиславский, что важнейший, самый главный подарок для драматического актера от Господа Бога, который он может ему дать, это сценическое обаяние, то, наверное, для артиста балета это внешний вид и координация. А что делать? Ведь бывают такие случаи. Вот, например, Марис Лиепа, я знаю, что он занялся балетом достаточно поздно, когда ему же говорили, что и не стоит даже начинать, а опять же его дети, которые тоже по своим параметрам не совсем подходили. Например, из Лиепа она считалась очень высокой, но, тем не менее, они стали тоже звездами. Вот что делать, если вы видите, что у ребенка-то вот все у него есть, и дары, и поцеловали его, а параметры не совсем подходящие. Вы знаете, ну, идеальных, идеальных вот таких данных, ну, они встречаются крайне редко. Один, наверное, на несколько миллионов. И то нужно, чтобы вот родители сегодня этого ребенка нас услышали, да, как-то не постеснялись, собрались, созвонились и пришли, да. То есть это очень такое совпадение, ну, где-то, наверное, звезды должны совпадать, чтобы вот при этом какие-то данные можно очень легко развить, какие-то развиваются более сложно. Но дело в том, что чем уникальны наши искусства, что какое-то стремление, какая-то упертость, она как раз и сделала многих звезд, вот в том числе, которых вы перечислили, да, вопреки нехватке каких-то данных. А ведь вот как раз упертость артистов и балета, она бы стала тоже легендой в своем роде, потому что столько часов у станка, такой труд. Вот скажите, с этим надо родиться или это тоже воспитывается в детях? Вы знаете, на самом деле тут, благодаря, наверное, средствам массовой информации, слишком много нагнетается и в последнее время, да, как-то ко мне приходит молодой режиссер и говорит, я хочу снять фильм о вашем учебном заведении. Я говорю, давайте, какая у вас идея? Я хочу снять, значит, вот кровь, пот, слезы и потом красоту на сцене. Я говорю, гениально, вы сами это придумали, да? То есть только ленивые теперь не снимают это вот так. На самом деле я скажу, что очень сильно преувеличено, потому что нагрузка дозируется, нагрузка возрастает постепенно год от года. Там нет никаких несколько часов у станка, ну, например, первый год обучения у них каждый день только полтора часа занятия балетом. И еще несколько раз в неделю добавляются занятия, например, с только бытовым танцем, гимнастикой и еще чем-то. То есть нагрузка дозируется постепенно. А что касается, опять же, обывательского мнения, что надо все время диеты или еще что-то, вы знаете, вот я сейчас ехал к вам, да, один новый фитнес-центр открылся, второй по дороге. Я редко бываю в этом районе города. Я вижу, что сейчас все равно все, без исключения, и девушки, и мужчины, женщины, они стараются следить за собой, и если все социальные сети пестрят какими-то правильными способами питания и так далее, поэтому я думаю, что теперь какая-то разница и граница между обычными людьми и артистами балета, она стирается с точки зрения поддержания формы. Ну вот сейчас, я думаю, многие родители немножко облегчены, так выдохнули и услышали нас. Но опять же, давайте вернемся. Вы уже говорили о том, что разработана система, да, нагрузка каждый год своя. А вообще, вот что из себя представляет обучение артиста балета? Меня интересует как образовательная программа, так и творческая. Когда я начал говорить о том, что система хореографических училищ, это уникально, потому что это хореографическое училище, ныне теперь мы все называемся колледжами, мы совмещаем три школы в одной. Это общеобразовательная, и мы учим до девятого класса абсолютно по всем тем же программам, что и общеобразовательные школы, и наши дети также в девятом классе сдают геа-экзамены. Параллельно у нас занятия танцем, они разные, как я сказал, это и классический танец, который каждый день историко-бытовой танец, в средних классах появляется характерный танец, танец современный появился, то есть танец модерн теперь преподается актерское мастерство. И кроме того, у нас есть еще и музыкальная школа, то есть общая фортепиано. Два-три года наши дети изучают еще и эту дисциплину. И вот эта именно система, она уникальна, дозирование ее, те предметы, которые есть, в каком году они включаются, в каком году они выключаются, заменяются другими системами. То есть как раз координационный совет, про который мы с вами говорили, мы обсуждаем о том, что а не пора ли здесь, например, веяние времени такое, что современную хореографию вводить чуть раньше, потому что по программе она идет последние три года обучения. Но мы понимаем, что сейчас репертуары практически всех театров 50 на 50 процентов строятся из классического балета и какого-то балета современного. Поэтому мы факультативно вводим, и вот в нашем учебном заведении, мы так эксперимент такой, к которому присматриваются очень серьезно и в Москве, и в других городах, современный танец мы начали вводить на два года раньше. Какие вот на сегодняшний день достижения у учеников и выпускников хореографического колледжа, которым вы, может быть, особенно гордитесь? Особенно. Ну, очень сложно, вы знаете, так сказать, прежде всего, чтобы кого-то не обидеть, потому что очень много имен, и наши выпускники, они работают по всему миру. Сейчас благодаря социальным сетям, благодаря Фейсбуку, да, смотришь, добавляются люди из первых годов выпуска, там, начало 80-х уже наше учебное заведение начало выпускать, и смотришь, кто в какой стране, в совершенно самых неожиданных и самым неожиданным образом люди. Кто-то, закончив танцевать, снимается в кино, кто-то открыл какой-то, значит, да, а, значит, цех по пошиву балетной одежды, то есть очень интересно, и, ну, то, что очень многие состоялись за границей как артисты балета, вот еще раз говорю, я бы поостерегся говорить какие-то фамилии, потому что я просто не хочу кого-то обидеть. Но ведь Красноярский колледж хореографический часто принимает участие в, опять же, фестивалях, да, и каких-то конкурсах. Вот что это дает? Мы стараемся делать как можно чаще, и делаем чаще, чем, во всяком случае, другие учебные заведения в других городах, не потому что нам интересно привозить медали. Замечательно, когда это происходит, потому что вот несколько раз за последние, там, 2-3 года мы занимали весь пьедестал подчета. Вот последний конкурс современной хореографии, кстати, в Москве в декабре месяце, это всероссийский был конкурс. Наши воспитники заняли первое и второе место в младшей возрастной группе, а наши артисты, наши выпускники, Катя Булготова и Юра Кудрявцев, заняли первую и третью еще. Дмитрий Антипов, который теперь тоже работает в Красноярске, он работает артистом в театре, он занял вторую. То есть нас все теперь очень сильно не любят, но мы ездим не за медали. Мы ездим для того, чтобы смотреть, ездим для того, чтобы учиться, мы вывозим, стараемся большее количество детей, даже если они еще не очень готовы, чтобы с ними ехали их педагоги для того, чтобы они смотрели, учились, и чтобы мы становились лучше, чтобы мы стали самыми лучшими в стране. Вот это у нас такая цель есть. Это благая цель и замечательная. Вообще интересно тоже, какие перспективы сегодня у молодых людей с дипломом артист-балетов? Ну, очень часто родители волнуют высшее образование. С дипломом среднего профессионального образования поступление в профильный ВУЗ происходит без сдачи единого государственного экзамена. То есть, когда родители где-то сомневаются, вот, пожалуйста, у нас есть Академия музыки театра, и теперь Институт искусств Красноярского готовка, есть отделение педагогики балета. Кроме того, колоссальная нехватка, все время, я так думаю, что это и будет продолжаться артистов балета. Каждый раз для выпускников наших приходят приглашения из очень многих театров нашей страны. То есть, тот продукт, получается, что продукт, который мы производим наши выпускники, юные артисты балета, которые выпускаются, они очень востребованы. И сразу же, если ребенок хорошо учился, хорошо себя проявлял, очень многие часто сразу же попадают на сольное положение в театрах. И в том числе и в ансамбле танца, вот, да, у нас выпускаются еще и с отделения народного танца, артисты ансамбля. Сразу же вот в том же самом Гаденке очень многие в первый год занялись в сольное положение, и это очень приятно. Давайте напомним, что в начале июня будет проходить набор в Красноярский хореографический колледж, и, может быть, какие-то рекомендации еще раз тем детям и родителям тех детей, которые придут и попытать свои силы. Да, конечно. Вы знаете, о чем хочется сказать? О том, что в нашей стране раньше детей старались учить всему и сразу же. Но сейчас поток информации увеличился в несколько сот раз, и знать все абсолютно невозможно, и, мне кажется, настают те времена, когда нужно как можно раньше определиться, к чему склонность у ребенка, и отдать все силы тому, чтобы развивать в нем эти склонности, направленности, да, и таланты. И поэтому я хочу сказать, что всем родителям, если вы считаете, если вы видите о том, что ваш ребенок, не стесняйтесь, приходите к нам, мы вас посмотрим, проведем вам экскурсию, и, возможно, именно ваш ребенок вырастет до звезды мирового уровня. Спасибо вам большое. Я желаю, чтобы и у вас, и у нас, красноярцев, было как можно больше поводов гордиться учениками и выпускниками хореографического колледжа. Успехов вам всем. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова